Всем привет, ребята! Мы только приехали домой, ездили с Сонечку, делали первую нашу прививку. Были мы в частной клинике, мы наблюдаем, все же рассказывала. И потом поехали, ну, прививку делали в нашей обычной государственной, потому что в частной не было вакцины. Вот, и, ну, как бы сама доктор говорит, что пока смысла нет делать, мы делали корь, краснуху, паратит. Вот, первая, это у нас будет прививка, потому что у нас сейчас в городе страшная вспышка кори. И как раз в том доме, в котором мы жили, нашли корь. Вот, поэтому мы сделали обязательно прививку. Ну, в принципе, я и хотела после года, у нас было, с врачом разговаривали, что после года. Поэтому, кто спрашивает по поводу прививок, да, я делаю прививки, я за прививки. А там, как бы, каждая мама решает, как лучше для ее ребенка. Это то же самое, знаете, что с питанием. Сейчас очень много мне пишет вопросов, своих там недовольств по поводу питания, что у меня есть видео питания ребенка 8 месяцев. Там многие мне нравятся, что у меня дают какое-то печенье детское, кто-то там против каш, кто-то наоборот за каши, кто-то там против смеси. В общем, такие, знаете, баталии идут. Я хочу сказать так, что каждая мама знает лучше, что для ее ребенка. Поэтому только мама может решать, только это все решается в семье. Слушаются там педиатры, если вы доверяете своему врачу, либо вы там сами как-то это, ну, вот, ни на кого равняться не надо. То же самое с прививками. Кто-то за, кто-то против. И мнение, знаете, как единого не существует. Поэтому вот так вот. Поэтому у меня спрашивали часто, я рассказываю, что да, мы делаем, будем делать прививки. У Димки все прививки, у Соньки вот мы решили после года, потому что у нас плюс ветрянка была, после ветрянки должно пройти время. Вот, поэтому, ну, единственное, что, конечно, вот АКДС, она переносится намного тяжелее, чем вот импортный Infanrix Gex, либо Pentaxim. Поэтому мы делали импортные прививки Димки, вот. Но у нас как раз на тот момент был переходный период, и не было обычной, не было импортной вакцины, поэтому пришлось доделать уже обычное АКДС. И от АКДС, конечно, последствия были похуже. Вот, ну, как бы, как есть. Поэтому, естественно, как бы, АКДС бесплатно, а Pentaxim и Gex, конечно, ощутимо выходят по деньгам. Но, опять же, каждый решает, как хочет. Девочки, еще знаете, я что хотела вас спросить? Что у нас на улице? Ну, представьте, дождь не прекращается, опять моросит. Ну, такой не сильный, но опять моросит. Мне писали, что даже снег выпал вообще, конечно, в ужасе. Весна, да? Такая была погода хорошая. Сейчас, на тебе, опять холодно. Как насчет недели влогов? Напишите мне, кому интересно. Сделать такие короткие будут по 10 минут, по 10-12, 15 минут. Посмотрим, как получится. Именно неделю влогов с утра до вечера. Если интересно, напишите мне. Можно. Давное, да? Я, по-моему, летом, когда вначале завела канал, были у нас частые влоги, а сейчас нет. Сейчас у меня по плану уборка, потому что мы утром выскочили, быстро позавтракали и быстро выскочили. Димка пошел в садик сегодня. И мне так грустно без него вообще. С двумя, конечно, было сложно, но они играли вместе. Мне было с ним весело. И теперь, я не знаю, теперь я без него скучаю и грущу. И вообще теперь думаю, может, его не каждый день в садик водить. Хотя в садике они так хорошо занимаются. Воспитатели следят за ними. Воспитатели. Ну, учебный процесс, как бы, да, никто не отменял. Поэтому мы и дома занимаемся. Ну, как бы, в садике в общей толпе, конечно, им интереснее. Поэтому мы быстро выскочили в садик, в поликлинику, в больницу в частную, потом в нашу обычную поликлинику. И все на столе оставили ужас. Я вот Сонечиса уже покормила. Сейчас хочу сама перекусить. И нужно что-то кушать, готовить. Не знаю, сейчас посмотрю, что у меня там в холодильнике. Видите, на заднем плане. Непорядок, непорядок. У меня чисто. Мы поубирали вчера. Поэтому у меня сегодня уборки не будут. Единственное, что надо будет полы протереть. Потому что мы с улицы пришли. Вот. И надо будет сейчас перекусить. Не знаю, что я буду есть. Что-то хочется такое. Знаете, хочу кофе просто попить. Но нужно поесть. Пончик у меня играет в манеже. Спокойно, слава богу. Пока я буду сейчас кушать, я надеюсь, она мне даст поесть. Так что вот такие вот дела, девчонки. У меня там стирки. Вот так вот. Я не знаю, вещи не высыхают. У нас стояли на улице. Сушилка. Естественно, за это все время ничего не высохло. А дома мы отопление выключили, потому что было жарко. И тоже что-то оно не подсохло. Поэтому мы сейчас все опять включили отопление, чтобы было тепло. Потому что становится так зябко. И вещи должны сушиться. Ладно, я вам всего наболтала уже. Буду сейчас убирать со стола и кушать. Вот такая книжка с музыкальными. Нажимаешь на кнопочки, играют в сказки. Вы знаете, ей прямо очень нравится. Пока она сейчас слушает, танцует. Потом можно будет читать. А потом можно будет даже стихи учить. Вот так вот. Мальчик-пальчик где-то был. Помните? Такого классного. И еще ей безумно нравится вот этот вот микрофон. Он очень дешевый. Он там в районе 200 рублей, по-моему, стоил. Но она просто в диком восторге от него. Она, кстати, любит телефоны. И вот его. Девочки, хочу сейчас сделать перекус. Делала лаваш. Вот такая вот начинка этот еврейский. С чесноковым, зеленью. Такая штука вкусненькая. Вот я ей хочу помазать. Лавашик свой. Знаете, как яйцо. Как он тут? Плавленый сыр идет. Ой, Соня. Соня тут у меня за ноги держит. Листья салата. Сейчас я их вот так убиваю. Положу. И кусочек мяса. Суань. Такой вот кусочек мяса. Я его сейчас хочу порезать. И такими длинненькими нарезать. И положить. Такой у меня получится. Знаете, типа... Ну, не шаурма, но вкусный. И, можно так сказать, даже полезный. Ну, полезный. Это, конечно, громко сказано. Но такой вот будет у меня ролл. Рвется, рвется, рвется. Ну, вкуснота. Сейчас я его с кофе выпью. Видите? Вот такой вот он получается. Его можно поджарить на сковородке или на гриле. Ну, у кого что есть. Можно просто есть холодным. Вкусно, девочки. Так что он такой вот вам быстрый перекус. Две девчонки. Она стоит там, где кастрюли. Перекладывает лотки в эти кастрюли. Кастрюли в лотки, крышки. Все как надо. Помощница мамина. Смотрите, я даю Соне. Она кушает сама. Давай. Она вообще в диком просто восторге. Давай. Кушай. Я уже хочу потихоньку ее приучать, чтобы она начала кушать сама. Это, конечно, моих нервов столько стоит, но... Да. Естественно, сейчас будет очень много мусора. И, может быть, это будет, естественно, не каждый прием пищи. Но вот... Я вот хочу потихонечку начать ее приучать к этому. Умничка, кушай. Да. Ну, я ее докормила, я ее покормила полностью. И теперь вот... Вот так вот. Молодец. Давай. Еще. Да? Тут же такие остатки сладкие. Ай, мама, что разрешает. Это нельзя. Давай, мы отримемся. Вот так. Давай, ручки. Умничка. Наверное, буду ложку ей давать, но пусть для начала... Да? Ест ложкой. Молодец. Тут же все. Давай еще туда ложечку. Вот так. Вот так вот хочется кушать. Вот так нравится. Молодец. Молодец. Я переоделась. Одела свое платье. Вот этот вот, помните, Ивановский трикотаж? Вообще, оно мне так нравится. Приятный рукавчик. Я ужарилась, если честно. В этом ходить я после улицы замерзла. Одела теплый костюм. И сейчас прям запарилась. Буду готовить ужин. Если честно, не знаю, что готовить. У меня уже одна стирка поставила. Вторая стирка сейчас стирается. Блин, такая погода. Хочется на улицу все вывесить. Но, к сожалению, нет. Один раз показываю пятновыводитель. Вот Фаберлик. Я сейчас его добавляю в каждую стирку. Вот где Сонькины вещи обязательно. Потому что она сейчас кушает. Прям не отстирывается ничего. Вот с этим пятновыводителем он мне очень нравится. Поэтому я вам показывала. Вот, пожалуйста. Еще раз показываю. Спрашивайте. Балирушка наша. Вы видите ее? И погнали. Да, наверх? А, Сонь? Вот так вот. Ползком. Она забирается на второй этаж. Вообще без проблем. Но, естественно, мы страхуем. Потому что... Еще Мишель сейчас подключится. Собирается уже в... Кто там? Там Соня? Вот. Да. А давай еще без птички. Угу, я. Чтоб ты красивый был. Ай. Сейчас, давай. Соня. 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 Хорошие новости. Завтра общайся с матерью. Не выйди. Ого. Еще как у вас. Иди. Еще как у вас. Иди. Иди к маме. Иди. 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 Молодец. 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 А давай мне. Давай мне. Давай мне. Давай. Иди к Димке. Давай. Иди. Я боюсь. Не бойся. Маленький. Иди. Иди. Маленький. Не бойся. Не бойся. Что такое, Дим? За пузо. За пузо. Выщипнула? Но она не хотела. Давай еще. Давай еще. Ага. Давай. Подтягивай. Молодец. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, девочки, всем доброе утро. Сегодня уже второй день нашего влога. Вот, я сейчас быстренько сделала такую уборочку. Софию быстро положила спать и решила все промыть. Вот, но уже не стала все снимать, поэтому такая у меня быстрая уборка. И я буду сейчас завтракать, пока она спит, сейчас быстро поем хлопья. Вот эти вот мюсли запеченные я вам уже показывала, они мне очень нравятся, покупаем теперь постоянно. Вот. И сегодня нужно готовить кушать. Не знаю, правда, что еще, буду думать, потому что никаких вообще идей нет. Надо такое, чтобы кушали и мы, и Дима, и желательно, если пущу и София вместе с нами. Я варю компот со смородины деткам. София делает такой слабенький, развожу всегда с водой, никогда не даю концентрированный. А Димка такой пьет. Так, у меня еще я начистила картошку. И буду сегодня готовить картошку с мясом, с перцем, с помидорами. Ну, такую потушу. И у меня здесь мясо размораживается. И у меня остался шашлык маринованный. Я его пущу, просто кусочек мяса. Все это дело разморозится и буду готовить на ужин сегодня. Девочки, готовлю я, в общем, мультиварки. Здесь у меня лук, морковка, перец, помидоры. Все это я порезала, поджариваю. Все без масла делаю. Ну, естественно, что у меня такое есть не будет. Ой, запотела, а мы будем. Вот. И поджарить тут же в мультиварке мясо, потому что я бегаю туда-сюда. Мне, в общем, не очень удобно на сковородке мешать. А шашлык у меня здесь я его порезала. Видите, у меня так уж много, но я его пожарю просто. И мы поедим его просто, вот, может, с макарошками на ужин я тоже сделаю. В общем, посмотрим. Не хочу мешать, хочу вот такой вот замаринованный, так пахнет вкусно. Пожарю его отдельно. Испекла я свой манник опять. Немножко я его передержала, он мне немножко подгорел. Ну, не прям подгорел, но поджарился. Вот. Забыла, в общем, про него. Варю макароны. Такие длинненькие. Спагетти. И пожарю еще мясо на ужин я вам уже показывала. И в мультиварке у меня там стоит соус. Что-то приготовила. Ребята, буду сейчас мыть ванну. Ванна у нас грязная. Мишель только что пришла с улицы и ее покупала. Поэтому я сейчас быстренько ее протру. Ну, точнее, не протру, а помою хорошо. Ванну мою каждый день обязательно. Вот где-то около 7 часов. Вот я гуляю Мишель. Мою ванну. И потом уже можно купаться самим и купать детей. Поэтому это обязательно такой вечерний ритуал. Обязательно все это дело промываем. Ну, сами понимаете, собака это собака. Мишель тебя не пускает. Стоит гавкает. Мишель. Просится. Она хочет пойти на кухню. А ее никто не пускает. Да, Мишка? Такими двумя средствами я буду сегодня пользоваться. Сив. Для ванны убирает известковый налет. Он очень хорошо моет вот эти вот все вещи. Видите? В принципе, она не грязная, запотевшая. Ну, такое надо обязательно. И второе. Это для ванной комнаты я буду весь низ мыть. Обязательно этой штукой. Вот. Ну что, вооружаемся перчатками. И вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, пока у меня ванна постоит. Где-то минут 5 я и говорю, 5-10. Что все это дело начало работать, да, средства начали работать. Буду с вами на этом уже заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok